Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, разрешите вам представить наше сообщение на тему ревизионного эндопротезирования у онкологических больных и представить наш небольшой опыт в этой проблеме. Эндопротезирование костей и суставов является методом выбора при лечении больных злокачественными опухолей костей. Внедрение более новых высокопрочных инертных материалов для изготовления эндопротезов позволило расширить показания к органосохраняющим оперативным вмешательствам. В настоящее время более чем 80% случаев первичных и метастатических опухолей костей возможно выполнение органосохранного вмешательства. Однако частота ревизионных вмешательств по поводу различных осложнений по данным различных источников литературных колеблется от 5 до 50%. Наиболее частыми причинами показаний к ревизионному эндопротезированию являются асептическая нестабильность, инфекция, перепротезная инфекция, перелом кости, перепротезные переломы, изнашивание или поломка деталей эндопротеза, локальный рецидив. Развитие осложнений после эндопротезирования онкологических больных зависит, на наш взгляд, от возраста пациента, длины резекции суставного конца, трубчатой кости, типа фиксации импланта, вида эндопротеза, качество костной ткани, то есть наличие остеопороза иммунного статуса больного после проведения переоперационных курсов полихимиотерапии. В то время как техника первичного эндопротезирования уже давно стандартизирована во всем мире, ревизионное эндопротезирование является на настоящий момент до сих пор достаточно непредсказуемой операцией, требующей от хирурга творческого подхода и большого профессионализма. В свою очередь результаты ревизионного эндопротезирования имеют гораздо более высокий процент осложнений, чем при первичном эндопротезировании. Сложность выполнения этих оперативных вмешательств зачастую обусловлена дефицитом неизмененной костной ткани и мягких тканей, инфицированием ложа эндопротеза, требующего в последующем дополнительных оперативных вмешательств. В нашем центре проведено за 6 лет 248 первичных эндопротезирований. Из них в дальнейшем нуждались в ревизионном эндопротезировании 42 пациента, то есть это составило 17% от общей группы. Наиболее частыми локализациями ревизионных вмешательств в нашей клинике были дистальный отдел бедренной кости, это 23 пациента, что составило 55% от общего числа ревизий. И проксимальный отдел костей голени, это 11 пациентов, 26%. Здесь отмечается некоторый диссонанс с литературными данными, с данными других клиник, где процент осложнений чаще всего встречается при локализации процесса в проксимальных отделах голени. Но хотелось бы отметить, что в структуре первичных эндопротезирований, эндопротезирование дистальных отделов бедренной кости в нашем случае было в 2 раза больше, чем в проксимальных отделах голени. И также 5 пациентов мы при локализации в дистальных отделах бедренной кости прооперировали не из нашей клиники. Здесь мы хотим представить клинические случаи, которые заставили в дальнейшем проводить повторные ревизионные вмешательства, такие как асептическая нестабильность ножки эндопротеза, инфекционные осложнения, поломка элементов эндопротеза. В данном случае в нашей практике отмечалась дважды поломка МОМ-замка имплантов в систему Муторс. Перепротезные переломы. Здесь представлен клинический случай надстройки эндопротезов по поводу рецидива заболевания. В данном случае речь идет о метастазе рака почки. Больному произведено эндопротезирование коленного сустава с сегментарной резекцией дистальных отделов бедренной кости. В последующем через год отмечался рецидив поражения проксимальных отделов бедренной кости, в связи с чем произведена надстройка эндопротеза до тотального эндопротеза бедренной кости. Здесь представлено распределение ревизионных вмешательств по этиологии. Еще раз подчеркну, что чаще всего это было ревизионное вмешательство по поводу асептической нестабильности эндопротезов и перепротезной инфекции. Наибольшие трудности при выполнении ревизионных эндопротезирований были нами отмечены при инфекционных осложнении. Это 10 пациентов, что составило 4% от общего числа эндопротезирований. Проводились двухэтапные оперативные вмешательства. На первом этапе после проведения пассивов перепротезного отделяемого на флору чувствительность проводились попытки консервативного лечения. В дальнейшем удаление эндопротеза с установкой временной конструкции цементного спейсера с гентомицином или ванкомицином, с применением местных антибактериальных губок, это гентокол, колотамп, дебридмент ложа эндопротеза. И в послеоперационном периоде проводилась также по чувствительности антибактериальная терапия. И на втором этапе после трехкратных отрицательных пассивов из ложа спейсера проводилось удаление временной конструкции и установка ревизионного эндопротеза. Чаще всего в таких случаях приходится устанавливать вот такие конструкции ортродезирующие. Но с развитием 3D технологий появилась возможность, и на этом мы хотели бы в своем сообщении сделать акцент, поделиться нашим положительным опытом. Появилась возможность производства 3D цементных спейсеров, повторяющих форму удаляемой конструкции, конфигурацию, все размеры, что способствует сохранению необходимого объема перепротезного ложа для установки в дальнейшем полноценной конструкции эндопротеза. Также конструкция 3D спейсера позволяет больному ходить с дозированной нагрузкой на оперированную конечность, сохранением функции флексии в суставе. Нами произведено два таких хирургических вмешательства, и один из случаев мы вам представляем. Это пациентка с остеосаркомой нижней трети левой бедренной кости. В плане комбинированного лечения пациентки проведены неоэджуантные курсы полихимиотерапии, сегментарная резекция нижней трети левой бедренной кости с эндопротезированием коленного сустава, онкологическим эндопротезом системы Мутерс. Далее, через 8 месяцев после первичного эндопротезирования диагностировано перепротезное воспаление. Мы его связываем с нейтропениями после курсов адювантной химиотерапии. Через 3 месяца после диагностики перепротезной инфекции, после попыток консервативного лечения, произведена ревизия эндопротеза с его удалением, дебридмент ложи эндопротеза и установка цементного 3D-спейсера с антибиотиками. Через 2 месяца после проведения курсов антибиотерапии произведена установка ревизионного эндопротеза. Здесь мы демонстрируем, как выглядит 3D-цементный спейсер. Он моделируется во время операции по заранее специально заготовленной силиконовой форме. В эту форму во время операции заливается осный цемент. Моделируются и формируются модули спейсера, которые полностью повторяют форму эндопротеза. И вот хотели бы продемонстрировать функцию. Это функция во время установленного спейсера. То есть пациентке разрешена и возможно дозированная нагрузка на конечность, сохранена флексия в коленном суставе. В последующем пациентке установлен окончательный эндопротез. И реабилитация этой пациентки прошла в более короткие сроки, чем предполагалось. То есть через полтора месяца после вот этой операции, окончательной операции, пациентка ходит без костылей. Вот так это выглядит рентгенологически. И в заключении хотелось бы отметить, что ревизионное эндопротезирование является одной из сложных и важнейших проблем в онкоортопедии. Требует индивидуального подхода и достаточного профессионализма. На наш взгляд такие вмешательства должны производиться только в специализированных учреждениях. Ну и развитие новых технологий, такие как 3D-технологии, позволят расширить возможности проведения ревизионного эндопротезирования с возможностью сохранения конечностей и функций конечностей. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Спасибо за интересный доклад. Уважаемый Александр Александрович, я бы хотела задать два вопроса. Первый вопрос. Какую тактику Вы бы предприняли, если бы это было не первое ревизионное эндопротезирование с повторным нагноением, с развитием свещей? Это первый вопрос. И второй. Есть ли у Вас опыт эндопротезирования на фоне таргетной терапии в трендом при раке почки, при метастазах раки почки? И Ваше впечатление? Да, у нас есть такой опыт. Я начну со второго вопроса. Есть такой опыт проведения терапии на фоне таргетной терапии. Но, естественно, мы все это делаем под взаимодействием с урологами. И, естественно, на время предполагаемого хирургического вмешательства таргетная терапия, если это возможно, отменяется. Во избежание осложнений. Опыт ревизионного эндопротезирования при повторных инфекциях, да, у нас есть такой опыт. Но сомневаюсь я, что мы бы пошли на повторное ревизионное эндопротезирование при наличии свещевой формы перепротезной инфекции. Тем более при таких локализациях, как дистальные отделы голени или проксимальные отделы голени. Александр Александрович, спасибо. У меня вопрос такой, может быть, не относящий к теме. Вот на то количество ревизионных эндопротезирований были ли рецидивы? Опыт ли? Рецидивы, опыт ли? Рецидивы? Нет, мы не отмечали. Рецидивов мы не отмечали. Спасибо. И второй вопрос. По поводу рецидивов мы проводили. Это другое дело. Я спрашиваю, вот тут сочетание ревизионного вмешательства с рецидивом? Нет, по поводу рецидивов у нас были ревизионные вмешательства, да. А повторные ревизии по поводу рецидивов, нет, на нашей практике не отмечалось. Спасибо. И еще вопрос в отношении 3D-спейсеров. Где это делается и кто делает? Значит, мы случайно, вот так же, на конференции в УАРах познакомились с этими людьми. Работают они, знаю, что есть небольшой, незначительный опыт в клинике Мамеджи Авадыча. Занимался тоже несколько ревизий, было проверено при помощи 3D-технологии профессором Соколовским. Эта фирма сотрудничает с госпиталем Бурденко. Это эндопринт? Нет, это не эндопринт. Нет, у меня контакты есть, я в УАРах могу предоставить. Кстати, это очень важный вопрос. Спасибо. Это российская разработка? Российская, да. Можно еще, Александр Александрович, еще вопрос? Несколько верно. Скажите, вы используете, наверное, после эндопротезирования лучевую терапию. То есть, есть ли какая-то взаимосвязь, развитие ассептической нестабильности и использование лучевой терапии после хирургического периода? Первый вопрос. Второе. Применяете ли вы денситометрию? И в отношении остеопороза локального в послеоперационном периоде, ну, то есть препаратами зелендроновой кислоты, либо какими-то другими. И третий вопрос. Используете ли вы после удаления, радикального удаления, локальную химиотерапию на месте удаленного патологического очага? Лучевая терапия. Да, лучевая терапия. Вот в этой когорте больных 242 пациента лучевую терапию на послеоперационную зону мы не проводили. Но опыт проведения лучевой терапии при установленной металлической конструкции, к примеру, при операциях на позвоночнике. Значит, такой опыт у нас был. Да, при лучевой терапии мы учитываем этот фактор колебания тузы в контактной зоне металл и окружающей ткани. С учетом этого фактора плюс 20% дозы мы получаем в месте контакта металла с мягкими тканями. То есть этот фактор учитывается. При установке эндопротезов мы вот в этой когорте больных такого не имели. А профилактику локального остеопороза после этого проводится? Значит, профилактику локального остеопороза препаратами без фосфонатами, но в основном у больных с метастатическим поражением молочная железа, урологические больные проводим. Локальную химиотерапию. Что Вы имеете в виду локальную химиотерапию? Ну, то есть препараты платины, плацелу или еще что-то. То есть системная адювантная полихимиотерапия? Нет, локальная химиотерапия на месте удаленного очага. То есть Вы не используете? Нет, не использую. Спасибо. Спасибо большое. Да, если позволите, тоже пара, тройка вопросов, коротких буквально. Значит, у Вас достаточно большой опыт в ревизионном эндопротезировании. Все же, вот мне хотелось бы Ваше мнение знать на сегодняшний день. Организационного плана. Все же, как Вы считаете, вот борьба с инфекционными осложнениями, где она должна проводиться? В каком подразделении, в каком отделении? Потому что, учитывая вот специфику выполнения хирургических манипуляций у пациентов онко-ортопедического профиля, в наших отделениях, да, лежат все пациенты. Понятен Ваш вопрос, перекрещиваются пациенты, которым планируется операция, на одной территории, которым планируется первичное эндопротезирование, пациентами, которым планируется ревизионное вмешательство, в частности, это перепротезные инфекции, в нашем случае это было 10 пациентов, ну, как и везде приспосабливаемся. У травматологов-ортопедов такие возможности есть, это отделение гнойной хирургии, вонко-ортопедии, таких возможностей нет. На мой взгляд, на мой взгляд, организационно это должно происходить таким же образом, как и у травматологов-ортопедов. Отдельное отделение заниматься этой проблемой ревизионного эндопротезирования, в частности, перепротезных инфекций. Согласен, это если поток большой, действительно. Если же поток небольшой, то все равно эта проблема остается животрепещущей. Ну, вот я хочу сказать буквально один комментарий по поводу того, что как решается этот вопрос в Кургане. У них действительно есть специализированное отделение, которое занимается перепротезной инфекцией. И, в принципе, на сегодняшний день нам удается отлаживать контакты, мы пытаемся отладить такой контакт, с тем, чтобы первый этап санкционный выполнялся действительно на базе специализированного отделения. И в последующем уже на этап ревизии непосредственно пациент поступал в отделение монко-ортопедическое. Твоих пациентов вы провели по такой схеме уже? Ну, вот мы из десяти троих тоже провели по такой же схеме, устраивали их в отделение гнойной хирургии на первый этап хирургического лечения. Понятно. Еще один вопрос. Два случая перелома МОМ-замка у вас с чем были ассоциированы? Какие условия были? Первый случай у нас связан с элементом травмы. Пациент упал, и этот перелом соответствовал элементу травмы. Второй случай, вероятнее всего, это какая-то проблема с эндопротезом, это проблема с металлом. Мы связались с фирмой-производителем, и этот МОМ-замок будем отдавать на исследования, чтобы в дальнейшем это не происходило. Насколько я знаю, такие случаи в онкоцентре были, они были связаны с тем, что по конструкции МОМ-замка, в нем специальное технологическое отверстие было. Именно по этому отверстию технологическому МОМ-замок ломался. Эту конструкцию фирма-производитель исправила, но, как видите, осложнения продолжаются. Вероятно, не только с этим они связаны. Мы тоже столкнулись с такой проблемой, у одного пациента у нас развилось такое осложнение. Комментарии были следующие, и условия, собственно говоря, в этой ситуации были таковы, что у пациента был дефицит мягких тканей в области коленного сустава, существенный дефицит. И за счет этого была повышенная нагрузка ударная на вот эти механизмы. Поэтому, собственно говоря, возможно, с этим была связана проблема отказа. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо.